Продолжение следует... 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 И локальную документацию, нормативно-правовую документацию ваших вузов. Начинаем мы с приказов Минобрана науки и последний документ на эти почки – это ваша рабочая программа, по которой вам предстоит это принимать экзамен. Насколько мы могли понять, ничего нового с точки зрения правового регулирования в ситуации дистанта онлайна нет. Он предусмотрен по выбору вуза. В этом случае он должен регулироваться внутренними документами. Эти документы сейчас активно, интенсивно создаются. Наверняка вы в курсе тех изменений, которые происходят в вашей организации. Везде это происходит с некоторой разницей, поэтому особо на этом сосредотачиваться смысла нет. Главное для нас с вами, что сейчас, в принципе, мы предоставили сами себе, в общем-то, все это оба нам наутку в соответствии со своим видением, ситуацией, проблемой преподаваемых дисциплин. Особенностями наших студентов и их возможностей мы можем решать сами, как и что нам делать. Единственный момент, наверное, это дальнейшее сведение документов о приведении в соответствии с реальностью. Если вы посмотрите положение о текущем контроле промежуточной аттестации студентов, которые действуют в вашем вузе, вы наверняка обнаружите такое положение, которое мы нашли у себя. Может быть, близкая формулировка, она может немножко отличаться. Но почти везде видеоконференции, информационные технологии предусмотрены как инструменты промежуточной аттестации для разных групп студентов. В итоге нам нужно привести в соответствие с нашей ситуацией программу рабочей дисциплины. Эта деятельность регулируется в каждом вузе по-своему. Скорее всего, суть будет проводиться централизованно. То есть мы понимаем, что нам придется отразить в рабочей программе те формы, которые мы используем. Как их пытается делать, нам в будущем скажут. Мы, конечно, не ставим себе задачу рассказать вам целый час про то, что такое зачеты экзамена. Нам кажется, что вы, как и мы, имеете представление о том, что это, и давно с этим работаете. И в лучшем случае мы можем что-то освежить, а что-то вы можете сами посмотреть в своей рабочей документации. Главная наша цель, то же, что мы делаем для себя, это попытаться дать обзор существующих инструментов онлайн-коммуникации и показать, как именно они могут решать те задачи, которые стоят перед нами. Форма проверки студентов разнообразна. Вы видите их на слайде. Их, в общем-то, гораздо больше при желании можно было бы найти, детализировать. Но для схематического понимания, я думаю, этого достаточно. Мне кажется, что первое, с чего мы должны начать с вами, это понять, сколько студентов у нас реально готово к онлайн-сессии. То есть есть те, у которых нет средств связи, которые находятся в местах, где нет устойчивого интернет-соединения. И с ними мы можем работать либо только по электронной почте, либо вообще приносить их аттестацию на осень. В этом случае вопрос решается с администрацией, выяснится, как это нужно сделать. Либо вы всегда оставляете, как дублирующую, простую, неписненную форму для тех ситуаций, когда связь оказалась невозможной. После того, как эту сортировку первичную мы сделали, нужно смотреть структуру своей нагрузки. Мы сейчас, конечно, не можем говорить про все дисциплины сразу. У всех они у нас разные. Все они предполагают разный набор компетенций разного характера. И перед нами при промежуточной аттестации стоят совершенно разные задачи. У меня, например, в эту сессию 10 зачетов и экзаменов. У Дениса Сергеевича, насколько я знаю, побольше. Все они различаются с точки зрения того, какие континенты студентов вам представлены. Есть студенты первых курсов, есть студенты старших курсов, есть бакалавры, есть магистры, есть знаники, есть заочники. Две совершенно разные ситуации. Это когда вы работаете в промежуточной аттестации со студентами, у которых вы вели занятия целый семестр. В онлайн-формате это было, или это часть всех студентов, которые успели до практики прослушать ваши занятия вживую. Но это студенты, с которыми у вас уже налажен контакт, с которым сложилось взаимодействие, и с которых вы знаете лично, это крайне подавляющее большинство. Здесь работают разные инновационные технологии, которые позволяют вам приблизить промежуточную аттестацию к проектной работе, которая, насколько мы знаем, предусмотрена большинством в год с последнего поколения. Да, конечно, есть специальности, по которым вообще невозможно онлайн-процессии. Это медицинские специальности, строительные специальности и специальности в области искусства. Но по ним тоже сейчас отрабатываются решения, и, в общем-то, там, наверное, тоже что-то будут делать. Если вы работаете со студентами, которых вы видите впервые, это заочники или студенты, у которых вы ведете к лекции, принимаете экзамены, то, конечно, ваше взаимодействие с ними максимально формализовано. И здесь вы не можете опираться на личный контакт, здесь вы не можете прогнозировать предполагаемый уровень знаний у студентов, и ваша задача – обеспечивать формальный контроль и равный доступ, собственно, к промежуточной аттестации. Эти технологии, эти ситуации требуют совершенно разных подходов. То есть, в принципе, нужно спрогнозировать, спроектировать свою сессию так, чтобы варьировать те средства коммуникации, которые у нас есть, для того, чтобы получить максимально лучший результат. Значит, сессию мы проводим в соответствии со списанием, в указанной форме, указанной в рабочей программе. Студенты должны выйти на связь и дать вам ответ. Здесь тоже, возможно, проблема, потому что, может быть, так сложится обстоятельство, что у вас не будет связи в то время, которое предусмотрено расписание, вам придется планировать несколько сеансов связи, дробить их, опаздывать, переносить. Скорее всего, все это будет решаться в рабочем порядке, поскольку все мы находимся в одинаковых условиях в этом смысле, и никто от этого не застрахован. Мне кажется, что сейчас мы находимся в той ситуации, когда та учебная документация, о которой мы работали годами при переходе от стандарта к стандарту, в общем-то, начинает работать на нас. У всех есть фондооценочных средств, в которых есть разные средства контроля. Все мы планировали компетенции для того, чтобы наши студенты получили конкретный результат прохождения наших курсов. Сейчас очень хорошее время пересмотреть все это в практическом смысле, сделать таким образом, чтобы раздробить массивы информации, которые входят в конкретную дисциплину, для того, чтобы они были доступны для разных средств проверки. Например, в курсе этики мне важно, чтобы студенты знали базовый опорно-катебриальный аппарат. Мне нужно, чтобы они умели применять полученные теоретические знания к анализу практических ситуаций. Мне нужно, чтобы они имели представление об определенных этических проблемах. Например, совершенно условно. Поэтому для зачета по этой дисциплине я могу провести категориальный применительный диктант, либо тест, я могу предложить решение ситуативной задачи, кейс, и я могу провести собеседование. Поскольку я работаю в бально-рейтинговой системе, мне это удобно очень сделать таким образом, чтобы часть заданий была вынесена на семестр, часть на промежуточную аттестацию. Если вы не работаете по бально-рейтинговой системе, такое редко оно случается, вы можете проводить свой зачет или свой экзамен в несколько этапов, предусмотрев для него разные формы заданий. Мне кажется, что эта вариативность самая удачная, что у нас есть в онлайне. Вообще онлайн очень хорошо позволяет контролировать знания, визуализировать материал и управлять распределением времени. Вот эти преимущества, наверное, нужно использовать. Если вы находитесь в ситуации, когда вы ведете одну дисциплину, классическую дисциплину, которая требует классических форм проверки, и у вас много групп, то здесь вы отрабатываете тесты, либо задания, и следите за тем, чтобы было минимальное количество метечек. То есть как именно сложить свою собственную контролирующую стратегию, это ваш выбор, вас никто сейчас не ограничивает. Те требования, которые у вас есть, как формальные, которые находятся в рабочей программе дисциплины, в косах, так и ваши внутренние, являются, наверное, той путевой, подиводной звездой, на которую надо ориентироваться. Кто-то из нас требуется в одних моментах, кто-то в других. Кто-то ставит на первое место самостоятельность мышления студента, кто-то заинтересован в том, чтобы студенты детально знали какие-то аспекты матчасти. Вот здесь вы сами решаете, как это построить, как это организовать, в каких дисциплинах, и что вы будете делать. У меня есть курс сферы коммуникации на первом курсе, где у меня масса заданий самого разного вида, которые позволяют контролировать разные активности студентов, и закончится он приемом экзамена в форме вебинара. У меня есть курсы у студентов-старшекурсников, в которых я ограничусь только проектной работой, а заочниками я буду работать только в списной форме, через электронную судьбу университета. То есть как именно сформировать вот эти переходы, я повторяю, решаете именно вы. Здесь можно действовать, в общем-то, на свой страх и риск. Пока по действующей документации никаких оснований что-то не делаете, в чем-то в себе отказывается, мы не обнаружили. Что касается основы качества контроля. Конечно, при онлайн-обучении, настоящем онлайн-обучении, контроль осуществляется с помощью технологии прокторинга. Наверняка вы все правильно слышали, эта система достаточно затратная, не требует участия сторонних специалистов, которые прокторинг осуществляют, которые не контролируют сами знания студентов, а контролируют их поведение во время аттестации. В прокторинг входят идентификации личности обучающего, которые чаще всего осуществляются через распознавание лиц, видео, аудиозапись экзамена, использование веб-камеры для контроля пространства, в котором находится студент, он, по идее, должен находиться в отдельной комнате, в которой нет других людей, которые могли бы ему подсказывать. Он не может покидать свое место, чтобы что-то взять, что-то посмотреть. Не должно быть голосов и шума, которые могли бы быть источником подсказки. Для подсказок контроль осуществляется через одно единственное открытое окно в браузере, чтобы студент не мог переключаться на другие программы, поисковики или пользоваться дополнительными материалами. И контролируется само поведение студента, чтобы он не мог измерительные материалы зафиксировать и передать их своим товарищам по несчастью. Собственно говоря, эти технологии нам с вами почти всем недоступны в домашних условиях. Воспроизвести мы их можем только в усеченном виде. Мне кажется, что принципиальная разница между онлайном и офлайном по части возможностей для жульничества, мошенничества, отхода заданий, наверное, не меньше и не больше. Студенты всегда и везде были изобретательными, они умеют нас удивлять, если они очень сильно хотят нас удивить, они это сделают. Недавно по сети ВКонтакте прошла серия сообщений о ресурсе, которые позволяют конвертировать файлы Word, текст, набранный в Word, в рукописный текст. То есть если вы пытаетесь преодолеть копирование информации в ответ с помощью рукописного текста, чтобы студент написал от руки и таким образом вы убедили, что он это сделал самостоятельно, даже это сейчас сделать не получится. Если вы любите детективные игры со студентами, если они вас увлекают, вы, в общем-то, обладаете очень широкими возможностями для того, чтобы в них играть. Если вам все это не нужно, то вы просто говорите себе, что вы исследовательный прокурорный дознаватель, выносите все это из своей головы. Я думаю, что после первого зачета экзамена вы получите наглядное представление о тех поведенческих особенностях студента, которые для вас категорически неприемлены и сможете их каким-то образом минимизировать. То есть вы можете просить студента находиться на определенном расстоянии от камеры, можете попросить показать вам окружающую среду, хотя я не знаю, насколько это работает, потому что у некоторых коллег есть студенты, находящиеся в самоизоляции, в общежитии, где их понесет человек в комнате работает, конечно, с одного смартфона. Но, тем не менее, вы можете делать самую главную вещь, контролировать время выполнения заданий, выдавая его таким образом, чтобы студенты не могли использовать его во вред. Мне вот сейчас мешает, например, то, что студенты при печати наклоняются в бомб камеру. Мне кажется, я уже скоро с затылками научусь разговаривать, не только с черными квадратами отключенных камер. В общем-то, все это преодолевается и решается с помощью консультации. Консультации сейчас в условиях сессии становятся очень важным механизмом, потому что на них вы можете сообщить студентам о тех правилах игры, которые вы для них устанавливаете. И самое главное – тестировать оборудование, получать коллективный опыт присутствия в той среде, которую вы для себя выбрали. В той платформе Zoom, или это Skype, или Discord, или еще что-то. Может быть, вам понадобится большее количество консультаций, чем это установлено нагрузкой, но они могут быть менее короткими, полвремени, продолжительности. И вам потребуется выходить на связь несколько раз. Но на консультациях вы как раз привыкнете к той среде, где будет проходить экзамен. Студенты к этому привыкнут. Вы сообщите им, что можно, чего нельзя, и это наладит вашу дальнейшую работу. Двусторонняя видеосвязь позволяет решить очень много проблем и приблизить ситуацию промежуточной аттестации к тем естественным условиям, по которым мы сейчас так ностальгируем. Конечно, сбои здесь осложняют нашу с вами задачу. Я думаю, в процессе вебинара мы будем сталкиваться с тем, что связь иногда будет подводить. Но исходя из той аналитической работы с пациентой своей сессии, вы должны понять, в каком режиме вы будете взаимодействовать со студентами. Мы к этому вопросу еще и вернемся. Какова пропускная способность вашего канала? Сколько студентов вы можете запустить на видеосвязь? Один на один ли вы будете общаться? Малой группой или большой группой? Естественно, если вы будете работать в больших группах, у вас возникнут организационные проблемы, которые нужно будет решать, которые сложно решить самостоятельно. Поэтому сейчас очень хорошее время для консолидации усилий. Мы проводим этот вебинар вдвоем, не только потому, что собирали материал параллельно, целую неделю мы его отбирали, сортировали, рефиксировали, но и потому, что банально каждый из нас мог не выйти на связь сегодня. Ее могло не выйти. В общем-то, каждый готов прочитать, осветить этот материал целиком. Вот точно таким же образом вы можете кооперироваться с коллегами, вы можете использовать практику взаимопосещения. Я сейчас делаю все свои занятия открытыми для коллег. Любой, кто хочет, может прийти. Думаю, что то же самое буду делать с отчетными экзаменами. Важно это с точки зрения того, что попадая к коллеге на видеосеанс, вы получаете возможность привыкнуть к тому, везде, в которой он работает, увидеть ее функционал, примерить на себя и понять, что не подходит. Если вы ярый индивидуалист, и с коллегами вы не можете договориться, может быть, ваша корпоративная культура это не позволяет, то у вас всегда под рукой есть студенты. По крайней мере, в тех группах, в которых вы работаете, которым вы доверяете, уровень которых вы знаете. Если это отличник, который почти уже подошел к экзамену, ему не хватает чуть-чуть, то вы в форму организационной работы можете зачесть ему за экзамен, позволив ему ассистировать вам. Кроме того, сейчас очень многие активно привлекают студентов к процедурам оценки. Конечно, все это нужно делать осторожно и аккуратно, не перегружая их, не понимая, что их возможности ограничены, но никто не мешает вам вести в качестве заданий рецензирования, аннотирования студентами текстов своих товарищей, собратьев и оценивая их работу, опираясь на эти экспертные практики. Расширение низовых экспертных практик это тоже очень хорошее подспорье, дополнительный ресурс, который позволит вам разгрузить себя и наладить работу в рамках онлайн-сессии. Ну, вот то, что я говорила о консультациях. Здесь роль тестирующего специалиста, в общем-то, будет принадлежать вам, когда на консультациях вы будете проверять те платформы, на которых вы планируете промежуточную аттестацию. Учтите только, что то, что работает сегодня, здесь и сейчас хорошо, вовсе, не обязательно будет работать хорошо через 15 минут. Ну, и пока я передаю слово Иисусу Семеновичу. Да, уважаемые коллеги, хорошо, что вы пишете вопросы. Вот, мы постараемся в том времени, которое нам отведено, рассказать, ответить на эти вопросы. Но я так думаю, что пока мы будем рассказывать о том, что мы хотели сказать, то, что соотносится с нашей презентацией, вот, мы автоматически ответим на те вопросы, которые вы задаете. Но еще раз говорю, мы безмерно благодарны, что вы пишете эти вопросы. Обратная связь, это очень важно, потому что, конечно, вот, проведение таких дистанционных занятий и вебинаров, это очень непривычная форма для преподавателей, вот, которые сформировались в оффлайн-режиме. Вот, и мы с вами поговорим о тех формах традиционных, которые, как бы, существуют, которые мы применяем в своей практической деятельности, буквально ежедневно на каждом занятии, применяем на зачетах и экзаменах. Вот, ну, просто попытаемся показать, как это адаптировать в системе дистанционного образования. Ну, вот, одной из самых распространенных форм принятия зачетов и экзаменов является тестирование. Вот, ну, компьютерное тестирование достаточно широко распространено, одно время оно было прям достаточно модно. Вот, и если вузы переходят, ну, в смысле, как бы, параметр аккредитации вузов предполагает, что вузы должны перейти на бально-рейтинговую систему, и в бально-рейтинговую систему очень хорошо вписывается как раз компьютерное тестирование. Я уверен, что многие из вас уже подготовили базы тестов. Вот, у многих они введены, как бы, в эти системы BARS или систему дистанционного обучения, которые используются в вузе, тот же Moodle. Вот, но, вот и по моей практике, казалось бы, да, как бы эти тесты подготовлены, они и есть, вот, но их нужно, может быть, сейчас менять, адаптировать. Вот, и выбирать ли тестирование для приема экзаменов или зачетов сейчас, это большой вопрос. Почему? Потому что, конечно же, вот, встает задача, а что мы хотим вообще оценить? Вот, и действительно ли мы хотим просто как бы формально провести зачет или экзамен, или мы хотим оценить реальные знания у студентов, которые они получили в системе дистанционного образования. Плюс есть такой вопрос, конечно, что есть студенты, с которыми мы дистанционно действительно занимались в течение этого всего семестра, вынужденного вот этого периода изоляции, а есть студенты, которые самоизолировались полностью и вообще не выходили на связь. И давать им тестирование, которое может, как бы, они могут его онлайн пройти сами, используя какие-то внешние ресурсы для оценки, вот, а могут вообще кому-то попросить, чтобы за них прошли тестирование, вот, будет ли это их объективная оценка. Вот, это большой вопрос, над которым стоит задумываться. Вот, мы считаем, что тестирование как бы применять можно, и как бы, как его модернизируют, так сказать, мы дальше об этом поговорим. Вот, скажем. Ну, еще опять же, когда мы говорим о тестировании, надо иметь в виду следующее. То есть, вот, по моему опыту, вот, если проводить занятия или зачеты, или экзамены в малых группах, вот, в основном я работаю в малых группах, у меня группа от 10, там, ну, 30 человек максимум, где я знаю, там, каждого студента, работал с ним уже на протяжении какого-то времени, и успел изучить, вот, до ухода на дистанционное образование. Вот, а есть, естественно, у коллег огромные потоковые курсы, и им сейчас нужно принять, в общем-то, за один зачет и экзамен у порядка 100-150 человек. Конечно, вот, если мы будем принимать, так, экзамен онлайн, вот, то это займет то это займет Ну-ка, это займет, наверное, много времени. Сейчас мы решим техническую проблему, которая возникла. О технических проблемах я хочу вам сказать, что сталкиваться мы с ним не будем в любом случае. Относитесь к ним, пожалуйста, спокойно. Да, извините, тут зависает, приходилось перезагрузиться. Вот, я говорил о тестировании, и хотел бы, там, повторить или заново сказать, что когда мы выбираем тестирование как форму проведения зачета экзамена, мы должны, как предполагать, у какого количества человек нам нужно принять экзамен или зачет. Вот, если это в малых группах, то, конечно, принятие устного экзамена по системе видеоконференций не представляет проблему. Вот, ну, а если это большие потоковые курсы, 100-150 человек, конечно, тестирование здесь будет выходом. Вот, но, опять же, как тестирование модернизировать, мы об этом постараемся чуть дальше сказать. Вот. Сейчас я загружу следующий слайд. Другой формой приема зачетов и экзаменов, который предлагает нормативные документы, регулирующие дистанционное обучение, это прием зачетов и экзаменов в режиме обмена файлами. Вот, или с помощью сообщений о различных форумах, чатах. Кстати сказать, вот такую простую форму, вот нормативные документы, они предполагают. Вот, я больше того знаю, что многие коллеги, когда они вынуждены ушли на дистанционное обучение, они как раз используют такую форму образовательную взаимодействие со своими студентами. Вот, то есть по электронной почте ими отправляли какие-то задания в письменном виде, в общем-то, тексты, с которыми они должны ознакомиться, примеры, кейсы, которые они должны решить. Вот. И получали также по почте обратную связь. Вот. Если, в общем-то, вы так взаимодействовали в течение всего вот этого семестра, то я не вижу причин, почему мы должны отказываться и от такой формы проведения зачетов и экзаменов. Тем более, нам это разрешают. Вот. Ну, а как это сделать, вот, чтобы это провести, как бы, в режиме онлайн, чтобы не было возможности списать, чтобы действительно, возможно было проверить самостоятельность оценки у студентов. Это мы будем говорить уже, когда вернемся к тем инструментам, будем описывать те инструменты, которые мы используем в своей практической деятельности. Вот. Большая проблема, которая всегда возникает вообще у администрации, вот, в частности, в нашем ВУЗе нам как бы разослали методические рекомендации, и каждый преподаватель столкнется с этим, как обеспечить идентификацию личности студентов при проведении дистанционной аттестации. Вот. Но чаще всего, как бы, какое предложение говорят, что показывайте, пусть студент, когда выходит с вами на видеосвязь, он показывает паспорт в экран. Вот. Ну, на наш взгляд, конечно, так можно делать, вот, но существует, как бы, закон о персональных данных, если вы используете, в общем-то, не российские системы, про проведение онлайн-конференции, где есть возможность утечка этих данных, там, за рубеж, вот, наверное, как бы, или вообще злоумышленники могут, как бы, эти данные выкрасть. вот, поэтому, скорее всего, использовать паспортные данные здесь нелогично, но мы можем всегда использовать, там, зачетную книжку, студенческий билет, который всегда был идентификатором личности студентов, когда мы были в офлайн. вот, плюс, если, как бы, проводятся, в общем-то, зачеты экзамена в режиме, там, видеоконференции, аудиосвязи, всегда можно, и мы будем об этом говорить, Софья Владимировна расскажет, нужно не забывать записывать. Записывать, и лучше записывать на видео процесс проведения экзамена, с тем, что, если возникнут в дальнейшем какие-то вопросы, всегда можно было студента идентифицировать. Вот, в дальнейшем, когда придет время ему выставлять экзамен или зачет, зачетку, вот, если какие-то вопросы, вы там, усомнитесь, что этот студент действительно вам сдавал, вот, то, можно вернуться будет к этим видеозаписам. Поэтому, вот, видеозаписи, это, скорее, там, не для администрации, как многие коллеги, вот, говорят о том, чтобы, чтобы доказать, что, вот, как вы принимали экзамен, а это, в общем-то, еще и для вас, для студентов, вот, видеозапись, это возможно. И облегчит она в дальнейшем, как решение каких-то спорных вопросов. Вот. Опять же, важный такой момент, который хотелось бы отметить, для того, чтобы сделать процедуру проведения экзамена и зачета, честный, честный, честный со стороны не только преподавателя, но и студентов, а то, как говорил, Сольфа Владимировна, если они захотят списать, то они обязательно найдут, как это сделать, вот, если они захотят обмануть преподавателя, в общем-то, технические средства им в помощь, вот, но есть, опять же, такие какие-то простые вещи, которые позволят вас обезопасить, технические средства. Ну, вот, система прокторинга, о которых, как Владимир, говорила, они подразумевают, что студент, когда находится в комнате, где сдает какую-то итоговую аттестацию, он обязан показать в свою видеокамеру всю эту комнату, чтобы удостоверить, что на столе у него там не лежит ничего лишнего, что у него нет второго экрана, что в комнате не находится никто посторонний, кроме экзаменуемого, чтобы ему никто не подсказывал. Вот, вот эти вот вещи можно и делать, им нужно требовать это от студентов, потому что, опять же, все нормативные документы, они позволяют это делать, все системы прокторинга, они это делают, и все нормативные документы, где система прокторинга отражены, они это все предполагают. Если студент говорят, нет, мы не будем там показывать, вот, то вы имеете право не принимать у него экзамен. То есть, как будто бы он не явился, потому что, как бы процедура принятия экзамена, она не была соблюдена. И в данном случае только вы решает, соблюдена она или нет. Вот, честно ведет себя студент на зачет, или экзамен на экзамене или нет. Пока переключается на слайд. Но вот устная экзаменационная или зачетная форма при дистанционном обучении, она является самой распространенной и предполагает ответы на экзаменационные вопросы по программе курса. Вот. Но есть у нас, как бы, такое правило, что экзаменационные билеты, они обсуждаются на кафедре, они утверждаются, подписываются там заведующей кафедрой, рассылаются студентам, студент по ним готовится. Вот. И на наш взгляд нет вообще как бы смысла отказываться от этой процедуры. Мы вполне можем провести зачеты экзамен по тем вопросам, по тем экзаменационным билетам, которые ранее были утверждены в той форме, которая у нас есть. Хотя многие вузы, они сейчас идут навстречу, в частности в нашем вузе, пошли навстречу и сказали, что мы можем поменять вообще вот та форма зачета экзамена, которая у нас была предусмотрена, рабочая программа, мы ее можем поменять. Вот. Поэтому у нас вот есть такая возможность, и в общем-то мы ей можем воспользоваться. Вот. Насчет тех программ, тех систем, видеоконференции, которые можно использовать, сразу скажу, конечно, вот здесь был вопрос, у нас не стояла задача, не стояла задача рассказать о том, как проводить итоговую государственную аттестацию, вот, принимать там государственные экзамены или защиту дипломов, вот, поэтому мы подробно об этом рассказывать не будем, вот, но на наш взгляд, и об этом, по-моему, есть отдельные вебинары, или они будут, вот, надо просто следить за рассылкой, вот, но на наш взгляд, вот, то, о чем мы будем говорить, можно использовать и проведение итоговой аттестации, там, или экзаменационной, или защита дипломов, вот, хотя вот экзамены государственные, в нашем ВУЗе, их отменили, заменили другой формой, вот, обучение, вот, тоже, в общем-то, облегчило весь студент. Вот, когда мы говорим о системах видеосвязи, которые можно использовать, мы, их большое количество, вообще, вот, когда следишь за деятельностью коллег, через социальные сети, то, что используют, то невообразимое количество систем видеосвязи, которые можно использовать, существует. Вот, но по нашему опыту, самым распространенным является Skype, так как он приустановлен, там, на Windows, и вот, так как казалось, что у наших студентов, особенно первого курса, Skype есть у всех. А вот другая, более такая, ну, более удобная форма проведения, там, онлайн занятий, соответственно, экзамены зачетов, Zoom, оказалось, что есть не у всех студентов. Вот, ну, студенты, там, старших курсов, вот у меня студенты рекламы и связи с общественностью, они обычно такие технологически подкованные, продвинутые, вот, они устанавливают Zoom, и при школьном обучении, это, он, он используется. Там есть проблемы, конечно, с безопасностью, с тем, что есть туда доступ, несанкционированный вообще, самым различным, самым различным, посторонним товарищем. Но, в общем-то, эта система работает, если как бы там следить, смотреть, правильно настраивать, можно их использовать. Коллеги активно используют Discord, используют Microsoft Teams, вот, ну, опять же, перечислять их можно очень много, и, честно сказать, мы не все их тестировали. Мы не все их тестировали. Вот, но, опять же, могу вот обратить внимание на то, что сейчас, как бы, век смартфонов, у каждого есть возможность, и у студентов, в том числе, установить WhatsApp или Viber, и можно провести в сложных случаях, если у студента там сложные случаи, используя систему видеосвязи WhatsApp или Viber. Вот, здесь вы можете, опять же, чтобы студент мог настроить свой телефон так, чтобы вы его видели, смотрели, как он готовится, и можете даже поговорить с ним, оценить, как бы, степень его оценки. Вот, конечно, в массовом порядке использовать WhatsApp или Viber может быть не так удобно, вот, но в исключительных случаях это может быть. Плюс это всегда, как бы, дополнительная такая система, которая может вам помочь. Вот, ну и дальше я предоставляю слово своей коллеге. Я не знаю, на вопрос, наверное, мы ответим попозже, но я могу вам сказать, что вопросы о том, как вам идентифицировать студента, если у него нет видеосвязи, вы можете адресовать к своей администрации, получить от нее инструкции, а решать так, как считается нужным. Хотите, принимаете, хотите не принимать. Если вам ваш ВУЗ говорит не принимать, значит, вы слушаете свой ВУЗ. Если это оставляют вам, значит, рано. И относительно двух преподавателей, вряд ли это является обязательным. Сейчас все нормативные документы ВУЗа внутренне переделываются. Нас приглашают участвовать в этом процессе. Вы, в принципе, можете заявить своей администрации, что вы выступаете с предложением изменить это правило двух преподавателей для удаленного экзамена. Я знаю ВУЗы, работала в таких, в которых экзамен принимается комиссионно. Сейчас в таких ВУЗах коллеги вообще пошли к такому правилу, они просто распределили студентов между комиссией, так, чтобы каждый выходил на связь с пятью студентами и таким образом принимали группу в индивидуальном режиме. Сколько студентов запускает на одну онлайн-сессию? Я возвращаюсь к вопросу о том, как организовать взаимодействие. Вам совершенно не нужно осваивать все платформы, о которых сказал Денис Сергеевич. Я работаю с двумя платформами. Это Zoom и Skype. Skype, потому что он есть у студентов. Zoom, потому что он у ДОДА мне. Если понадобится, я освою что-то третье. В принципе, функционал всех систем видеосвязи очень похож, но он отличается расположением кнопок. И, в общем-то, одной и двух программ, мне кажется, вполне достаточно. Сколько студентов запускать? Опять же, подумайте, как вы это будете делать. Если у вас классический экзамен, то вы запускаете... Об этом я сейчас скажу их понемножку. Если вы хотите сделать нечто вроде коллоквиума, мозгового штурма, блиц-собеседования коллективного характера, то вы можете запустить их всех, предоставлять им слово по мере необходимости, отключая звук у остальных. Если вы видите, что есть помехи фоновые, и не боитесь, что они будут что-то писать. И таким образом формат подходит для конференций классических и для защиты ВКР. Ну, вы решили этот вопрос, и дальше вы переходите в Zoom. Я думаю, что те, кто с ним работал, в общем, в особых рекомендациях, не нуждаются. А для общих сведений вы видите то окошко, в которое вы попадаете после выхода в саму программу. Здесь у вас небольшое количество кнопок, у них очень емкий при этом функционал. Вы можете запланировать конференцию на определенное время, то есть подготовить все заранее. Можете запустить созданную конференцию, это оранжевая кнопка. Можете подключать специальную кнопку у вас в месте конференции участников. И есть некоторые определенные другие настройки. В общем-то, вы можете видеть их на слайде. Да, презентацию можно скачать, насколько я понимаю. Пользоваться ей потом. Приглашает участников в Zoom конференцию обычно через почту. Однако можно сделать это кнопкой плюс через контакты. У вас они там появятся. Можно просто давать информацию о конференции, ее персональный идентификатор и пароль с ссылкой для выхода в сеть, которые те люди, которые получат эту ссылку от вас, те туда и войдут. Конечно, появляется вопрос о том, что могут появиться посторонние. Поэтому, конечно, надежнее добавлять людей и участников в самостоятель. Очень удобная вещь есть в Zoom, которая называется «Зал ожидания». У вас участники сортируются на тех, кто участвует в видеосвязи, и на тех, кто уже вышел в сеть, но кого вы еще в комнату видеосвязи, видеоконференции, еще не запустили. Вы видите это на слайде. В окошке появятся участники в зале ожидания, и вы их вручную должны будете перевести всех в видеосвязь. То есть так можно воспроизвести ситуацию классического экзамена. Вы собрали всех в зале ожидания, то есть в коридоре. По мере необходимости вы запускаете несколько человек. Одного, двух, трех, пять – это как вы привыкли работать. Даете им возможность выдать билет, они готовятся, после этого они вам отвечают. И ответив, они покидают видеосвязь, а вы спускаете из зала ожидания в видеоконференцию нового участника. Про запись. Мы уже сказали, что запись хороша и для идентификации студентов, и для того, чтобы быть уверенными в том, что вы все сделали правильно, если они будут оспаривать оценку. На мой взгляд, она еще хороша для того, потому что бывают определенные находки во время экзамена, и вы можете разнообразить свой инструментарий технических средств, визуализации с помощью нарезки из этих фрагментов. Я думаю, что у каждого из вас когда-то будет страдочек с первыми студентами. Здесь вот можно делать гибки сразу практически. Можно какие-то удачные, блестящие выступления, ответы, защиты, естественно, коллекционировать и использовать в дальнейшем как образцы. Кнопка запись обведена красной рамкой, вы видите ее в нижнем поле набора инструментов. Можно сделать проще, когда вы настраиваете конференцию, планируете ее, вы можете включить нижнюю зеленую галочку, и, наверное, не очень хорошо. Это самая нижняя строчка в списке. Вы можете поставить автоматическую запись. То есть как только вы начинаете запуск конференции, она автоматически начинает записываться. В Zoom, если у вас на компьютере нет персональных других специфических настроек, видеозапись автоматически по окончанию выгружается в папку загрузки. И она оттуда доступна. В Zoom есть чат. Этот чат можно использовать для того, чтобы выдавать экзаменационные билеты, для того, чтобы давать контрольные вопросы к ответу, для того, чтобы осуществлять обратную связь. В общем-то, мне кажется, во-первых, вы все эти чаты можете сохранить, и они у вас останутся. Но можно создавать, конечно, в текстовом редакторе файлы, откуда вы будете копировать сразу в чат, это облегчит вашу работу. Кнопка чата внизу на нижнем поле инструментов объявлена красным. Да, еще такой момент. Вы видите верхний красный овал. Это способ отображения участников видеосвязи. Вы можете разместить их сеткой, вы можете поставить наверху в поля. В общем, как вам удобно, так вы там и сделаете. Демонстрация экрана в Zoom. В Zoom вы можете показывать свой экран. Это кнопка зелененькая со стрелочкой. Вы можете показать то, что у вас подготовлено в качестве задания там. Денис Сергеевич подробнее скажет о работе с белой доской и прочими элементами этой опции. В общем-то, в Zoom она работает очень хорошо. Не имеет смысла ее освоить. Также и студент может показать вам свой экран, чтобы вы убедились, что там нет ничего лишнего. Но процедуру отработки демонстрации экрана нужно проводить на консультациях, потому что в реальном времени она вызывает серьезную заминку. Иногда осложняет связь. Компьютер висает. И, в общем-то, без необходимости реально пользоваться, мне кажется, не нужно. В настройках чата у вас есть опция поднять руку. Вы можете всем руку опустить, если вы организатор конференции. А поднять эту руку может сам участник. Если вы договоритесь со студентами, что вы используете эту опцию, это очень удобно при приеме зачета. Когда у вас массово сидят студенты, готовятся, вы запустили все 10-20 человек, они здесь присутствуют. Готовые могут поднимать руку, они могут комментировать, кстати, чужие ответы. Вы можете засчитывать эти ответы, если у вас коллективная работа при промежуточной аттестации. И эту опцию можно использовать для этих классических целей поднимания руки. А теперь мы переходим к скайпу. Вы видите пиктограмму «плюсик», крестик, с которой вы создаете в поле звонков коллективный звонок, добавив нужных участников. И коллективный звонок, в принципе, ничем не отличается от индивидуального, кроме того, что у вас будет не один собеседник на экране, а графическое отображение всех их. Сколько вы там добавили. Скайп считается более пригодным для работы в малых группах. Для групп больше 15 человек его не рекомендуют использовать. Ну, у меня и 20 бывало. Конечно, кто-то вылетает при таких сеансах, но в общем-то справляемся. Зум рассчитан на большее количество людей. Говорят, до 50, но то же самое по-разному бывает. В скайп тоже можно показать его рабочий стол. Зеленым мы отвели кнопку, которая позволяет это сделать. В принципе, как же самое, что и в зум. Цели те же самые. Удобно в скайп делиться файлами. Вы просто перетаскиваете файлы в диалоговое окно самого звонка. Сюда вы можете сбросить график, и картинку, и задание. Можете студенту цветы подарить, если вам хочется. А то все они нам приводят, наша очередь. Вот, это очень быстро работает, акративно и удобно. В скайп тоже есть запись. Мы продемонстрировали на слайде, как ее сделать. Выбрать три точки для открытия настроек, начать запись. Дальше будет происходить вот такая последовательность действий. Если вы увидите красную кнопку «Остановить запись», значит запись у вас уже идет. Когда запись закончится, она не выгрузится никуда, она останется в форме такого прямоугольника, похожего на старинную магнитофонную кассету. Он будет висеть у вас 30 дней в поле этого звонка. Оттуда вы можете самостоятельно его сохранить и дальше уже каким-то образом использовать. Мне очень нравится такая штучка в скайп, как опрос. Используется он для обратной связи. Естественно, вы можете спросить через опрос, все ли вас слышат, все ли вас видят, все ли пришли, все ли прочитали, все ли поняли. Я ее использую немножко для других целей. Открываю опрос во время ответа студента и задаю простенький корректирующий вопрос. Например, кто был учеником Сократа, Платона или Аристовича. Или какой бы еще. То есть будет, допустим, прямой смысл высказывания, называется денотация или коннотация. Почему именно опрос? Потому что у него удобная графическая форма, студент интенсивно проще с ней справляется. А чат его отвлекает. Внимание, кстати, при работе с чатом, с вкладками участников и прочим, рассредотачивается очень сильно. Старайтесь их не перегружать. Ну и кроме того, конечно, это прохождение сигнала по каналу тоже перебивает. В общем-то опрос мне кажется удобным, кроме того, и вам дает возможность не скучать во время ответа. Кстати, в Скайпе очень много смайликов, которые можно использовать для демонстрации своего отношения к ответу студента. Ну, конечно, лучше подбадривать, неожиданно осуждать. И использование этих смайликов, как мы поняли, очень хорошо консилизирует группу. Это удобно для консультации, для выработки общего решения вместо голосования, например. С другой стороны, если вас утомляет неформальное общение на таких формальных процедурах, как промежуточная аттестация, вы можете сразу запретить студентам это использовать. И всем, может быть, от этого станет легче. Да, это я заканчиваю демонстрацию производства вопросов в Скайпе. Там устанавливается срок, за время которого можно ответить на этот вопрос. Вы буквально можете установить интервал в 10-5 минут. Ну, дальше продолжит Денис Сергеевич. А, нет, простите, здесь, наверное, еще скажу я. Вот здесь у нас есть слайд с временем, предоставляемым студенту на подготовку к ответу. Вы видите нормативное время по большинству рабочих программ. Глядя на эти нормативы, вы можете рассчитать свою работу. То есть, если вы воспроизводите классический экзамен с помощью интернет-технологии, при этом у вас зависает связь, при этом у вас вылетает студент из экзамена, время, безусловно, усилится, хотя сократится период их ответов, поскольку все у нас в интернете происходит гораздо быстрее, чем в ухлайне, и понять, сколько вам потребуется потратить вот этого самого времени. Поэтому, может быть, где-то коллективную работу все-таки стоит ставить как преимущество, потому что в этом случае вы контролируете большее количество студентов и экономите, в том числе, интернет-связи. Следующий вопрос. Да, коллеги, хотел бы ответить на поступившие тут вопросы. Вот. Да, действительно, вообще вот все те формы приема дистанционного зачета по экзаменам, они все описаны и утверждены в нормативных документах, в письмах об урнауке и методических рекомендациях. Дело все в том, что системы дистанционного обучения, они используются достаточно давно. Вот. Это не только вот сейчас вынужденная мера. В общем-то, вузы постепенно переходили на онлайн обучение, и многие действительно к этому готовы были. Вот. И действительно, вот в этих документах, они, кстати, есть вот на одном из слайдов, на той презентации, к которой мы подготовили, ее действительно надо скачать. Если вы по вкладке зайдете, где вот документы, и там лежит презентация, скачайте ее. И там указаны все эти нормативные документы. В них, да, действительно написано, вот, правила проведения итоговой аттестации. Да, там прописано требование, что там никого, кроме студента, нет в комнате, ему никто не помогает, он удостоверяет свою личность. Все это входит в систему прокторинга, о которых мы рассказывали. В общем-то, опять же, система дистанционного обучения, и вот система бально-рейтинговая, которая вводится в вузах, и у многих уже введены, и десятилетия используется, они предполагают, что можно поставить экзамен на зачет автоматом, если студент выполнил все требования, все эти задания, которые вы им предполагали. Если он хорошо учился в течение года, зачем его подвергать вот этой процедуре, сложной и для нас преподавателей, и для студентов. Лично я как бы всегда за автомат. Ну, конечно, как бы все это нормативными требованиями вуза сопровождать, но тенденция такая, что как бы онлайн-курсы, все дистанционное образование, она предполагает, что если студент выполнил все задания, все части этого курса, то он автоматически потом ему засчитывается итоговая аттестация. Насчет лицензионных программ, ну, проблем вообще со скайпом, с лицензионностью скайпа нет. Она бесплатная, и даже если она у вас не предустановлена, ее можно скачать, и пользоваться бесплатной версией, тем бесплатным возможностям, которые он предоставляет. Этих бесплатных возможностей для нас хватает. О чем Сойфа Владимировна говорил, там это все бесплатные версии есть. Zoom – это такая корпоративная программа, для корпоративной видеосвязи изначально создавалась, но сейчас они пошли на то, что они не берут плату за проведение вебинаров. И поэтому они вот как бы сейчас формируют такую пользовательскую привычку. Мы пока пользуемся этим бесплатно, всеми возможностями Zoom. В дальнейшем, конечно, когда сложный вот этот период закончится, они вернутся к взиманию платы за какие-нибудь свои функции. Но пока мы можем использовать лицензионные версии бесплатные в полном объеме. Коллеги очень часто задают вопрос, а как быть с тем вот традиционным выбором билета для студентов. Для студентов это очень важно. Вот вы знаете, что наши студенты, они очень многие надеются на удачу, выучат из всего перечня билетов один, и надеют, что именно он им и попадет. И тогда вот они этот экзамен сдадут. А как это было в системе дистанционного обучения? Ну, есть вот те вот инструменты, которые вот на слайде представлены. Это различные рандомизаторы. Эти рандомизаторы, они используются при проведении онлайн-конкурсов в социальных сетях. И они активно работают. Почему бы нам не использовать для того, чтобы процедуру приема зачета экзамена сделать более интерактивной этими же рандомизаторами? Вот, простой онлайн-генератор случайных чисел. Вот, его можно найти в интернете. Вот, и вы можете, опять же, используя демонстрацию экрана в системе видеосвязи, там, Zoom или Skype, провести на глазах у студента, вот, при помощи генератора случайных чисел, назначить ему тот билет, по которому он должен сдавать. То есть, вот такой инструмент есть, вот, и можно пользоваться. Вот, это позволит и студентам более, как бы, чувствовать себя свободнее, эмоционально. Вот, ну и вам как-то вот разнообразить процесс, процедуру приемов и экзаменах. Вот, если говорить о тестировании, я обещал вернуться к этому вопросу. Вот, если, как бы, тесты не созданы вами в той системе дистанционного обучения, которая принята у вас в УЗИ, вроде Moodle, вот, то можно использовать со сторонними ресурсами, которых тоже большое количество есть. Вот, один из таких вот самых распространенных систем тестирования, онлайн-тестпад, вот, им пользуются активно школьные учителя, там большое количество готовых тестов есть, вот, но, правда, они для школьной программы, для УЗИ они не подходят, но там есть возможность создания своих собственных тестов, хранить их там можно, но кроме тестов там есть самые различные другие формы, там, типа кроссвордов. Вот, если не нравятся тесты, если, как бы, вот, какую задачу мы ставим при проведении зачета экзаменов. Вот, если для нас, как бы, зачет и экзамен – это лишь очередное занятие, благодаря которому мы можем еще чему-то научить студентов, повысить их как-то компенсацию, навыки какие-то, то мы можем сделать процесс зачетов экзаменов более интерактивным, более интересным, и для этого у нас есть разные онлайн-инструменты. Вот, но если мы хотим проверить, как бы, строго те знания, которые у студента есть, здесь это другой вопрос, но, опять же, тестирование здесь подходит. И вот онлайн-тестпад, он позволяет это все решить. Вот, другой системы, которая мне понравилась, и которую можно использовать, это система iSpring. Это такое, по сути дела, целый конструктор онлайн-курсов и тестов. Там, это, по сути, такая облачная система дистанционного обучения. Если ее освоить, то появится такой единый центр управления обучением, мы работаем еще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот, и его можно использовать в дальнейшем при нашей работе, при обучении. Вот, есть всем известные Google-формы, которые тоже можно использовать для оценки знаний. Заполняются они достаточно просто, хотя используются они в основном для соц.опросов, используя их для тестирования группы обучающихся, нет никаких проблем. Тем более, есть такой бесплатный плагин Google Bar, который позволяет автоматически оценивать, проверять и оценивать ответы респондентов, в данном случае, ваших студентов. Вот, им тоже можно, им тоже можно пользоваться. Система Master Test, российская система, это такой простой конструктор, который используется в обучении, он бесплатен, не содержит рекламы, там можно создавать тексты, зарегистрируйтесь как преподаватель, создавайте тексты, и главное, что эти тесты, они могут потом встроиться в любую другую компьютерную систему, онлайн-систему, которую вы используете. То же самое можно сказать и о системе Твой тест, это тоже еще один бесплатный конструктор тестов. Здесь, в принципе, есть все, что нужно. Вот, созданные тесты хранятся на сайте, можно создавать группы, добавлять в нее всех участников тестирования. Вот, и также эти тесты можно будет интегрировать на другие платформы, что достаточно удобно. Вот. Одной из моих важнейших форм работы является проектная работа, и я, когда провожу зачеты экзамена, чаще всего я использую именно метод защиты проектов. Вот, и в системе дистанционного обучения это достаточно сложно. Плюс у нас у всех есть еще возникает другой вопрос. Вот, нам нужно не просто оценить знания студентов, а ведь у нас еще есть курсовые, которые, опять же, нужно не просто их прочитать, а нужно провести защиту курсовых работ. Вот, потому что студенты, они сейчас находясь в системе дистанционного обучения, их ничего не отвлекает. И вот, на моей практике сейчас студенты создают самые лучшие курсовые работы, которые когда-либо создавали. Потому что они действительно в них погружаются. И действительно им хочется не просто чтобы я их прочитал или оценил, а провести какую-то публичную защиту, показать то, что они сделали не только преподавателям, но и своим сокурсникам, своим, по сути дела, коллегам. Вот. И системы дистанционного обучения нам позволяют это сделать, используя вот те программы, о которых Саева Владимировна говорила. я еще поподробнее скажу, что здесь можно использовать. Вот. Письменную форму проведения зачетов и экзаменов тоже мы не сбрасываемся из счетов. Ведь мы можем, опять же, используя и Zoom, и Skype, в системе реального времени онлайн отсылать студентам задания, следить, как они готовятся и исполняют, получать, опять же, через эти же системы, здесь же при студентах это проверять и выставлять оценки. системы, письменные работы тоже здесь не нужно сбрасывать со счетов. Вот. Как провести онлайн защиту там проектов? Вот. Здесь, опять же, о чем говорил Сафя Владимировна, включить презентацию в Zoom можно, нажав демонстрацию экрана. Вот. Кроме и здесь нужно будет, опять же, нажать на общий просмотр, вот кнопку общего просмотра в Zoom. Вот. Здесь эта презентация тогда будет видно всем как бы участникам конференции, всем участникам онлайн-сессии. Вот. И студент может предоставлять ее, предоставлять и защищать свой проект не только перед преподавателем, но и перед своими сокурсниками, что гораздо интереснее. Вот. Также можно использовать работу в группах, в принципе, можно и письменные задания, и проект какой-то задать, и в системе, опять же, в режиме реального времени, чтобы студенты этот проект создали и презентовали. Для этого также есть инструменты, не только презентация, но и вот онлайн-доска, которую вот можно включить, там есть панель управления в Zoom, здесь можно что-то рисовать, делать какие-то схемы, что-то писать, и презентовать свой потом готовый продукт. Вот. Работу в группах в Zoom можно проводить в режиме сессионных залов, то есть вы действительно вашу группу можете разделить экзаменуемую на подгруппы и давать им там задания. Вот. Для этого нужно как бы войти в настройки Zoom, вот, показать больше настроек, вот, нажать эту кнопку здесь отмеченной у меня, выйти в расширенные настройки и включить, включить сессионные залы. И у вас в Zoom будут отражаться сессионные залы, вы можете распределить студентов по этим сессионным залам, и они в этих подгруппах не видят то, что делают другие студенты. Да. А, зови. Вообще, сессионное деление в Zoom, мне кажется, очень удобно, очень продуктивно, оно решает массу задач. Пока перезагружаемся, я вам напомню, что даже простые инструменты вроде рефератов и эссе очень хорошо работают, если вы их индивидуализируете. Например, вы можете для эссе дать задание развернуть конкретную цитату, которую выбрали вы, для реферата вы можете дать конкретные статьи, которые должны быть прореферированы, и таким образом вы индивидуализируете задание настолько для студентов, что они сможете скачать из интернета и сделать сам. Да. Спасибо, Софья Владимировна, помогли. Вот. Что хотел сказать здесь, что действительно работа в группах, проектная работа, она, вот все эти инструменты, которые у нас есть, они позволяют нам не отказываться от привычных форм работы, плюс они в онлайн формате есть. Вот. Вообще, здесь, опять же, все зависит от той задачи, которую перед собой ставите. Провести зачет и экзамен можно интересно и для вас самих, и для студентов, не отказываясь от привычных форм работы, в частности, сессионные залы здесь позволяют это делать. Вот. Ну и, конечно, в завершении мы поговорим о тех проблемах, которые могут у вас возникнуть во время проведения зачета экзамена. Мы хотели бы их немного прогнозировать и поделить своим мнением, как их можно решить. Потому что, ну, действительно, возникнет, может быть, все, что угодно. От несогласия студента с оценкой до проявлением хитрости. То, что он, действительно, будет говорить, что у него зависает компьютер, что он не сможет с вами связаться. Вот. Или попытаться как-то, действительно, смухлевать во время экзамена. Вот. Ну, как бы, поподробнее уже об этом Саша Владимировна расскажет. Я думаю, в процессе нашего с вами общения вы заметили, какие проблемы со связью бывают. Они, в общем-то, по моему мнению, сейчас совершенно непреодолимы. Я уже почти научилась относиться к ним спокойно. Чего и вам желаю. Сразу же вам говорила, что мы понимаем, что так будет, поэтому берем простую письменную форму тогда, когда это будет нерешаемо, предупреждаем, что с ней делать. Не нервничаем. Вы наверняка замечали, что если вам надо срочно распечатать что-то, когда вы опаздываете, вы будете печатать снизить листов, у вас заживет бумага, у вас кончится краска, а сама процедура печати обычно одна минута и все. Когда мы нервничаем, волнуемся, техника работает хуже. На самом деле, не в технике дело, дело в нас. Мы ей хуже управляем, хуже с ней взаимодействуем. Поэтому, чем стабильнее, спокойнее, надежнее, дольше ваша работа в онлайне, чем чаще вы опробируете эти формы, тем легче вы пройдете через онлайн-аттестацию вместе со своими студентами. Вопрос, конечно, такой, сколько ждать, когда вы зависаете или вылетаете со связи, или студент теряется со связи. Вы обговариваете это на консультации и решаете, когда вы выходите на связь повторно в этот же день или через день. Как иначе. Есть замечательный вариант сопровождения телефонной связи в ваших занятиях, связанных с зачетами и экзаменами. Конечно, это не вариант, наверное, для потоков по 50, по 100 человек, но там, где вы с студентами знакомы лично, это всегда можно сделать. Как вы видите, мы, собственно, контролируем друг друга, наши кураторы, организаторы контролируют через телефон. В самом крайнем случае вы всегда в состоянии принять у одного-двух человек экзаменные зачетки телефона. Мне кажется, об этом не нужно пробовать. Ну и помните о том, что никто не отменял классические пересдачи, что мы, конечно, ковидно будет, как говорят сейчас, в связи с последних реалий пандемии, но мы все-таки надеемся, что мы вживую в офлайне увидим наших студентов уже в сентябре, и там эти вопросы могут быть решены, наверняка сейчас будут льготные и щадящие режимы для пересдачи. И последние моменты несогласия студента с оценкой. В принципе, по вашим вопросам, которые вы задаете, я вижу, что те проблемы, которые возникают, они адресованы, конечно, не к советчикам с экранов вебинара, а в первую очередь к вашей администрации, к деканатам, к заведующим, потому что сказать, как в вашем ВУЗе относятся к конкретному программному обеспечению, как в вашем ВУЗе относятся к идентификации студентов, конкретным формам приема экзамена, конечно, мы не можем, но мы прекрасно понимаем, что та нормативная база, которую мы вам показали, дает нам очень большую свободу. Приведение документации в соответствии с реальной ситуацией это дело будущего, это дело осени. Поэтому сейчас вы действуете на свой страх и риск. Риск на самом деле очень невелик, потому что те условия, в которых вы находитесь, не контролируются вашим работодателем, и вы делаете все, на что вы способны. Ну, несогласие студента с оценкой, у нас несогласие, а протест, поэтому мы написали это раздельно. Ситуация, которая сейчас пугает многих, а что если мне студент скажет, а я не дам свою камеру, а я не включу вот это, а я не сделаю так, на это вы можете сказать, что вы проводите экзамен без отчетов, в который вы можете проводить, все остальные формы вас не устраивают. Арбитражные посреднические процедуры, которые предусмотрены для пересдач, комиссионных пересдач, они никуда не взялись, их никто не отменил. Поэтому, в общем-то, обжаловать оценку, спорить с ней в онлайне, студенты будут точно так же, как и в оффлайне, ничего здесь не изменится. Да, это не очень приятная ситуация, но, в принципе, мы все к ним привыкли, и здесь я ничего нового не вижу. Просто как бы этот страх вылезет за скобки, вы будете его решать в рабочем порядке, так как это решалось всегда. Ну, может, по электронной почте, а не личным визитам в деканах. В целом, наша с вами задача настроиться на позитивный лад, на продуктивное общение, успокоиться и получить максимум преимуществ из ситуации, в которой мы оказались. Потому что онлайн форма контроля на самом деле очень удобная. Я думаю, что многие из нас оставят их для себя на будущее в акламе работе. Наверняка у нас будут такие нормативные условия. Microsoft Teams мы не коснулись, мы с ним не работаем. Я знаю, что с ними работает визно-федеральный университет. Я вам хочу сказать, что в принципе та платформа, на которой мы с вами сегодня встретились, я вообще узнала о ее существовании позавчера. На любой платформе достаточно провести два часа для того, чтобы вы на ней освоились. Функционалы практически везде идентичны, везде есть все то же самое. Достаточно выйти в платформу, в ней посидеть. Лучше на чужом занятии, чем на своем, чтобы свою не помпать. Прийти вольнослушателем и немножко понаблюдать. И достаточно быстро все это осваивается. Я думаю, что сейчас, если мне придется перейти на Microsoft Teams, даже если меня заставят работать в Moodle или если мне придется перейти в Discord, это не вызовет особых проблем. Поэтому все, что мы вам сказали, оно может использоваться с любой платформой. Принципы организации, которые мы рассматривали, они в общем-то универсальны. Да, где-то календарь еще подключается в большем активном масштабе. Где-то инструменты социальной коммуникации, групповой коммуникации подчеркнуты. Но, в принципе, интернет везде интернет и формы его всем нам известны, знакомы и привычны. Поэтому, наверное, если... Ну, обмен опытом как? Эту сессию мы тоже для себя прогнозируем. Та дистанционная работа, которую мы вели в своем университете, она показала, конечно, активную любовь студентам к нечестным формам сдачи экзаменов и зачетов. И все, что мы сказали относительно того, как контролировать студента, с этим мы сталкивались на практике. И, в общем-то, вы тоже с этим столкнетесь. И ничего принципиального нового, кроме интерфейса конкретной программы и практик договаривания со студентами, мне кажется, в онлайн-ситуации нет. Ваш профессионализм, ваш педагогический опыт основа успешности действия. Потому что экзамены принимать и зачеты, то, что это мы умеем. Мы их сдавать в свое время смогли, если что же нам не принять. Да, презентацию вы скачиваете в поле документа, она открыта и для вас и предназначена. Мы, в общем-то, все, что смогли, мы сделали. Если есть какие-то вопросы, давайте мы на них ответим, если мы все уже сказали. Желаем вам здоровья, успешной работы, интересных, умных, веселых студентов и, конечно, стабильной связи. Спасибо, коллеги. Большое спасибо за обратную связь, за вопросы, за то, что писали в чате. Спасибо за вашу благодарность. Надеемся, что немного были полезны или обменялись опытом. Действительно, мы говорили только о своем опыте. и тут все так, всегда все достаточно индивидуально. Как правильно Владимир Владимирович сказала, перед нами только раскрываются какие-то возможности, к которым надо попытаться позитивно отнестись и сделать комфортным, опять же, проведение сессии и для нас, преподавателей, и для студентов. Еще раз большое спасибо. Тогда мы заканчиваем. Спасибо, коллеги. До свидания. Всего доброго. У нас кнопка «Це» не нажмёт.